Мальчишеская мысль В нашей российской армии есть такой самолет. Это истребитель МиГ-31. Единственный самолет в мире, который способен не просто оторваться от земли километров на 25, а на высоте 18 километров достичь полного превосходства. Это значит развить скорость в три скорости звука. В три тысячи километров в час на такое не способен ни один другой истребитель в мире. Тем более он делает это с полным боекомплектом. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, давайте в начале программы объясним суть нашего эксперимента. Сегодня этот истребитель МиГ-31 с бортовым номером 37 отправится в ближайший космос, в стратосферу. Хотя сами летчики говорят, что они уже не раз поднимались на такую большую высоту, мы видим, что тем не менее к такому сложному полету машину готовят с особой тщательностью. И пока сотрудники наземных инженерных служб готовят самолет там внизу, здесь наверху работают операторы военной приемки. Поскольку планируется сегодня выход на сверхзвук, это значит, что нагрузка на все выступающие элементы корпуса будет очень высокой. Значит, обычное крепление, которое мы используем для съемок, не подходит. И специально для этого полета мы изготовили вот такую сложную систему крепежа. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот чем занимаются сейчас ребята из наземных инженерных служб. Они лезут сюда, в воздухозаборник, в самое сердце этого истребителя. Обратите внимание, здесь на стенках иней и наличие иней означает что? Что здесь за панелями находится топливо. То есть там, где иней есть, там топливные баки, где иней нет, там топливных баков нет. С чем вы в этом месте работаете? Здесь осматриваем входной аппарат двигателя. Осматриваем рабочие лопаточки. Их состояние. Каждый раз перед вылетом. Особенно в стратосферу. Так точно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... You may have noticed the airmen are wearing silk underwear. You know the expression, a smooth silk? Well, the fabric is so slippery, it actually speeds up the dressing process. Когда звучит тревога, у них есть понимание уже, какое задание, что им предстоит сегодня делать? То есть задание будет получено уже после взлета? После взлета. Сейчас их задача быстро собраться. За минимальное время занять готовность, опуститься и произвести взлет. Кратчайший срок. Кратчайший срок. Кратчайший срок. Кратчайший срок. Сколько ракет одновременно может нести Ми-31? Четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77. Против кого вот эти ракеты? Против воздушной цели противника, также самолетов, ну и… Те, которые будут подходить вплотную. Да, 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 для ведения воздушного боя, скажем таки. Но, тем не менее, давайте объясним зрителю, что главные ракеты на этом самолете — это вот эти, как они называются? Ракета Р-33, масса ракеты 493 килограмма, дальность радиуса пуска 120 километров. Если нужно, то МиГ-31 может выстрелить все свои миссии в целом. Нет никакого способа выстрелить вот так. Этот самолет разрабатывается под новые ракеты, которые будут способны поражать воздушные цели в ближнем космосе. Спутники? Да, безусловно, это и спутники, и те средства воздушного нападения противника, которые будут там появляться, это и баллистические крылатые ракеты, и спутники. Концепцией этого самолета закладывалось то, что, значит, отряд этих самолетов сможет прикрыть позиционный район шириной порядка 1000-1200 километров. И для нашей большой страны, особенно для ее северных рубежей, это как нельзя было кстати, потому что все побережье Баренцево, Карского моря было прикрыто и сейчас прикрывается именно этими самолетами. КОНЕЦ От Хатилово, мы готовим МИГ-31 для нер-спейс-флайт. 40 минуты после взрыва, и крылья подходит в горы. Пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот-пилот. КОНЕЦ В результате, когда мы получили orders, два корабля будут подниматься в статусфере, или «силе», как их называют. Так что время приходит. Мы поднимаем камеры, пилоты отбираем камеры, и проводим небольшую серию предоставления чеков, и затем такси на дорогу. Теперь, спейс-травлевство контролировано и контролировано от Флайк-Контроль Центра, или ФССР, и у нас есть в Хатилове контроль-тавре. Итак, мы поднимаемся на верхний этаж КДП контрольно-диспетчерского пункта в зал боевого управления. Безусловно, главный человек в этом помещении руководитель полетов. Именно ему здесь все подчинено. Но сначала давайте представим подполковника Евгения Полякова. Это ваши люди полетят сегодня в ближний космос. А вы какую формулировку используете в этой ситуации? Полет в стратосферу. Все-таки не хотите вы, летчики, замахнуться на слово «космос»? Нет, у нас так не принято. А на какую высоту планируется полет? 21 тысяча метров. Волнуетесь? Нет. И вот мы видим, что ваши ребята уже разгоняются по полосе отрыв. Через сколько минут он выйдет на сверхзвук? После проверки выйдет через 10 минут на сверхзвук. Взлетает он в режиме «Форсаж»? Полный «Форсаж». Взлетает он в режиме «Форсаж» Ну, решение очевидно и задачи определенные. Крюзеры рассчитывают 21 тысяч метров. Давайте объясним, для чего летчику нужен ГШ. Вот сейчас мы находимся практически на уровне моря, поэтому температура кипения воды в этой местности около 100 градусов. Если бы мы и поделились, как это делают альпинисты, на высоту километров 7-8, то там я запросто в эту кастрюлю с кипятком мог бы погрузить свою руку. Почему? Да потому что там температура кипения воды градусов 45-50, но для летчиков, отправляющихся в стукоферу, самое страшное начинается на так называемой линии Армстронга, 19 километров. В этот момент начинают закипать слезы, да и на языке вместо слюны образуется кипяток. You might think that blood should boil too, but the body's circulatory system runs under pressure, so you don't get that effect at 19 километров. But the higher you go, the closer it gets to the boiling point, even under hermetically sealed canopy. The pressure helmet and suit prevent the blood boiling during the flight. Even so, all stratosphere pilots go through a special medical examination before every flight. Самое главное — это момент, что внимание у лётчика и нервное напряжение выше обычного уровня, потому что скорость, высота реакции очень важна у лётного состава при таких скоростях. И ещё не забывайте, что скорость лечёт за собой что? Перегрузки. Однозначно после такого полёта обычно, значит, пилота всегда осматриваем повторно. Через 20 минут после посадки, 25 максимум, он обязан явиться ко мне в кабинет, где я проверяю все основные показатели, то есть пульс давления, также состояние Зева, глаза, как он слышит. Идёт девятая минута полёта, сейчас предстоит выход на сверхзвук, но сначала мы должны связаться с экипажем. С какой целью? Для определения работоспособности кислородной системы. Попробуем? Попробуем. 906, я мудрец, так. Проверьте кислородную систему. Кислородная система норма? Проверьте кислородную систему. 906 – это наш мигский звонок, и это чеки важны. Это означает, что субботник может быть уверен, что всё будет планировать для команды. И всё, после этого он включает форсаж и поднёсся на потолок. Да, происходит разгон сверхзвуковой скорости, и происходит сушка, так называемая, на сверхзвуковой скорости. Что это такое, сушка? Для того, чтобы из элементов конструкции выпустить влагу. То есть вот здесь, внутри самолёта находятся соты, и на этой высоте может образовываться конденсат. Да, да. И для того, чтобы просушить это всё, производится сушка. Но в настоящих ситуациях, они не очистят фуселлажа об нюансовом. Они имеют немного более высокие приоритеты. Но для того, что наши форсажеры начали революция. Ни в небе нет ни в небе. В воздухе открытая, и наши камеры получают хорошие снимки снегового земля. Форсажер сейчас достигнулся около 1200 км. Одну секунду, и он разрушает звуки. Продолжение следует... 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 Иногда решение, чтобы ставить новые рекорды, приводит только немного национальную прайду. Как в 2013 году, когда русский jet был первый, чтобы летать 8000 километров без лампы. Это ваши люди совершили первый большой беспосадочный перелёт на МиГе в 31-м. Да, это на аэродромах Атилова в 2013 году выполнялся полёт с двумя дозаправками топливом в воздухе. Полёт выполнялся более 7 часов. Данный самолёт создавался для борьбы со средствами воздушного нападения противника, летящими на больших высотах. Типа аваксов? Типа аваксов, типа самолётов У-2, самолётов-разведчиков. Этот самолёт имеет отличную радиолокационную станцию, позволяющую видеть более 400 километров. Имеет авиационные средства поражения, которые на данном этапе выполняются пуски до дальности где-то 250. И мы вновь в контроле. Это 17 минуты с take-off, и в несколько минут, the pilots will take their jets to the ceiling. After 20,000 metres, altitude is gained gradually. The MiG isn't flying vertically anymore, but at a steep vector. 906, он будет старт, высота секущая. На боре от 21-го. У вас понял, на 21-го на боре. Работайте по заданию. В последнее время, в несколько минут, the MiG-31 fighter will reach 21,500 metres of altitude. And it will only take it 18 minutes to get there. This is the view from on board. And there's no real sense that you're traveling at 2,500 kilometers an hour. That's three times faster than a regular commercial flight and twice as high. The plane's combat capability isn't diminished at this altitude. If it had to, even here, it could still engage in adversary. We still have a few minutes before landing. And while we wait, here's an interesting fact. Ours wasn't a real space flight because real space starts a lot higher. But the MiG-31 has a younger brother that has actually flown in space. This is the Buran spacecraft. And even though these aircraft look completely different inside and out, it's no mistake to call them siblings because the MiG-31 and Buran have the same parents. Both were designed by one team under the famous designer Глеба Лазина-Лазинский. It was so obvious that the team that worked on the design of the not-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. It was a very interesting thing. But the thing is, it is a little bit of a to come-to to encourage to create a Burana, to come-to from those who think that they are what are the big heights, what are the big heat. Apart from these people, there was an opportunity to create the first in the world of the cosmic plane, project 105, our BKB Spiral. Весь корпус «Бурана» был обклеен специальными теплозащитными плитками. Их было порядка 40 тысяч штук. Причем каждый индивидуально обрабатывался, и ни одна не повторяла другую. Они строго подгонялись под вот эти сложные изогнутые формы филеера, филея же и крыла. Как я говорил, МИГ-31 имеет два корабля, но «Буран» не было пилотов. Это было не рандом решение для «Буран» сначала летать. Дизайнеры хотели быть уверены, что все системы работали perfectly. И только тогда они подняли люди. Тест-пилот специально тренировался для плитки. Они говорят, что политическое желание для «Буран» не было достаточно сильного. So this unique aircraft never did make that second flight into space. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok